Очень им нравилось дружить. И на полочке ночью они стояли рядом. Кукла Маша, кукла Даша. Надежда Воронцова играет в куклы, несмотря на возраст и на то, что основная профессия далека от творческой. Она учитель литературы, а в недавнем прошлом лаборант в рентгенотделении. Возвращаясь из взрослого мира, она попадает в свой сказочный, где все герои на одно умилительно доброе лицо. Это как почерк. Вот в первом классе приходят вот такие вот буквы, а потом уже буква и почерк. Вот куклы также. У каждой свой характер, своя душа. Вот добрая Катя, вот модница Алина. Это все время ворчит, как старушка, а кто-то, кажется, влюбился. Но у каждой есть один обязательный пункт, тот самый почерк. Он-то и вызывает улыбку. Разгадайте сами. Если нет, ответ в конце сюжета. А начинается все так. Кукольник вот с такого шара. Берется и формируется лицо. Это будущий нос, это будущие щеки. Говорит, как только берешь в руки материал, уже слышно голос будущей куклы. Кажется, так уже было в какой-то сказке. Все предметы одежды, как для любимых детей, мастер создает вручную, учитывая пожелания требовательных заказчиц. Вот она сама себе диктует, какой бы она захотела стать. И вот такой и становится. Кукольный трикотаж заказывают за границей, а отечественная сделана теплыми руками мастера. Обувь из натуральной кожи, выполненная на крошечной колодке. Недавно Надежда стала победителем конкурса фестиваля народов Сибири. Теперь сама проводит мастер-классы. После рождения каждая кукла начинает жить своей жизнью. И, возвращаясь к большеглазам из Китая, русские дети увлеченно играют в русские куклы. На какой мультик пошли? На карелле львами. Они красивые, и когда на них смотришь, тебя появляется улыбка. Тебе подружки заведуют, что у тебя такая бабушка? Да. Говорят, женщина напитывается энергией через творчество. Надежда желает каждой найти дело, которое наполняет теплом мир вокруг. Евгения Даровска и Илья Халяпин. День с толком. Ах да, нашли обязательную черту, которая есть в каждом из этих серьезных лиц. Ну, конечно, конопушки. Это обязательство.